Мы сегодня с вами в H&M. Я хотела немножко поснимать новую коллекцию, но, честно говоря, особенно снимать нечего. Все вот такое вот либо какое-то черно-коричневое, либо вот какое-то такое флуоресцентно-зелено-розовое. Я даже не знаю, что вам показать. Все какое-то такое было. Ничего интересного. Ну, вот такой костюмчик неплохой, типа такой, знаете, классический шанель жакетик за 70 баксов, нафига себе, и вот такая же за 47. Коротенькая. Коротенькая юбчонка, которая вообще настолько коротенькая, что она похожа на пояс по ширине. Ну и все. Так, как-то нечеткого. Все вот эти вот уже свитера в бусинках уже. Господи, сколько можно их делать и продавать. Они уже давно вышли из моды, поэтому я вам особо ничего не снимаю, вот как обзором. А уже сейчас набрала вещей. Пойдемте в примерочную, и мы с вами кое-что попримеряем. Это платье страшное было. Цвета блевотина какой-то. Гнойный. Фу-фу-фу. Не слушайте меня. Я говорю противные, неприятные вещи. Пойдемте в примерочную, и там будем примерять то, что я нашла. А нашла, кстати, вещи интересные. Вот. Так что давайте пойдемте в примерочную. Дорогие друзья, всем привет из примерочной из H&M. Всем здрасте, если я не поздоровалась в начале видео при обзоре. Сегодня играем тиху роскошь. Вот все такое у нас, видите, черно-бежевое. Немножко розового, правда, но вот такой вот все благородных расцветочек. И я так уколола сейчас палец. Искала наушники в сумке, не нашла. И у меня там какая-то брошка лежала очередная, которую я носила, надевала, потом сняла, видимо, положила в сумку, в кармашки. И так я уколола палец. Из меня хлещет кровь. У меня все такое бежевое. Я не знаю, сейчас надо, наверное, подождать, пока пока я это... Заживет рано. Так, на мне сегодня... Вот, кстати, брюки тоже из H&M. Когда-то куплены лен с хлопком. Блузочка такая. Вот такая. Вот такая. И кофта, потому что у нас прохладненько. И папуасские бусы с ракушками, которые я нацепила, хотя уже холодно и осень. А я вот сейчас только вспомнила про них. Это бусы на курорт. Ну, летние. Ну, неважно. Вот такая блузка. Вот такая вот у меня такой костюм. Шлепанцы эти, вы мои знаете. Я все время это таскаю. Папуасские бусы, наверное, сниму, потому что тихой роскоши примерять ракушки как-то не камильфо. Так, что, давайте начнем. Получится, наверное, длинно. Мне казалось, что я принесла вещей мало, но, в общем-то, не так уж и мало. Довольно много получилось. Все, давайте примерять. Так, первый комплект. Тихая роскошь, как это представляю себе я. Брюки, жакет и скромненькая маечка. Немножко она коротковата. Я ее пытаюсь оттягивать, но, в общем, получается не очень. И, кстати, очень подойдет моя сумка к этому комплекту по цвету. Эта сумка вообще очень подойдет ко всему. Я ее вообще ношу не переставая. Вы помните, я вам рассказывала, я ее когда-то купила. Не очень дорого. И, вы знаете, она... Я ее ношу все лето. Она настолько ко всему подходит. И вот даже к этому комплекту она идеально подходит. Так, сниму в таком вот формате, чтобы вам было лучше видно. Вот такой вот комплект. Я скажу вам, брюки на распродаже шикарные. Они мне очень нравятся. Я их, наверное, возьму с собой. Сейчас я вам их покажу. Наверное, сниму жакет. Ну, давайте я вам вот буду изображать вот это вот таким вот образом. Вот такие брючки и вот такой вот жакетик в клеточку, который совершенно такой классический английского стиля и очень подходящий к нему брюки и коричневый ток. На мой взгляд, это прямо идеальный костюм из серии тихая роскошь. Вот. По-моему, совершенно... Совершенно вот стилистика соблюдена. Так, без жакета. Так выглядят эти брюки. По-моему, они очень классные. У них хорошая длина, хорошая ширина, хороший фасончик, как я люблю. Высокая посадка и такой цвет, такой базовый. В общем, классные брюки. Стоят они вообще три копейки. Я думаю, что я их возьму. Потому что они на любой сезон, на любую одежду, с любой вообще совсем с чем угодно подойдут ко всему. Так, смотрите, брюки сделаны из стопроцентного хлопка. И они сейчас на сейле. Это десятый размер. Стоят они 20 долларов, а стоят 35. Вот их номера. Ну, то есть, я считаю, очень хорошая цена для стопроцентного хлопка брюки. Такого фасона. Видите? Они такие, как мужские костюмные брюки, но сделаны из хлопка. Прекрасные. Ничего мне не надо коротить. Ничего мне не надо это самое. Ну, вы знаете, просто единственное, что у меня таких брюк много вот именно такого цвета, базового. Ну, собственно, они в основном и носятся-то, в общем-то, вот таких цветов. Потому что у меня есть яркие цветные, но вот в которых я в версии сегодня пришла, к ним нужно что-то очень спокойное. А эти вот можно с чем угодно. Так, в шакете присутствует, по-моему, 30% вискоза, все остальное полиэстер. Подкладка полиэстер. Стоит он, вот, 70 канадских и 58 американских. Вот на эти деньги не смотрите. Это какие-то мексиканские, еще какие-то деньги. Был размер мидиум. Довольно он просторный. И вот, знаете, такая классическая клеточка английских лордов, я бы сказала. Ну, вообще, аристократии, да, английской и французской. Вот такой вот типичная расцветочка. Ну, как мы себе представляем, правильно? По фильмам про Шерлока Холмса, как одевалась английская аристократия, да? Откуда же мы вообще знаем? Вот. И вот такая вот клетка. Прикольный очень пиджак тем, что он универсальный и, по-моему, никогда не выйдет из моды. И размер мидиум. Вот его номера. В принципе, мне нормально как раз. И стоит он 69,99 наших канадских, 70 долларов. Ну, и топик этот я принесла только для примерки. Это размер large. Он стоит вот 15 долларов наших канадских. Это хлопок. И, в общем-то, он, знаете, недостаток в нем, что он короткий. Я не нашла ничего более подходящего по цвету, чтобы вот примерить с этим жакетом. Ну, по-моему, он вполне по цвету подходит. А по длине, конечно, торговат. Я бы не стала такой покупать. Если бы я покупала, я бы покупала по длине. Так, еще один комплект. Черная юбка в бельевом стиле под шелк. И белая, тонкая черная полоска рубашка. Тоже такая под шелк. Ну, синтетика, конечно, все мятая. Надо поглазить. Но мне нравится это сочетание. Мне нравится эта рубашка с этой юбкой. Выглядит довольно так симпатично, интеллигентно. И напоминает нам о тихой роскоши где-то как-то напоминает. Нет, на самом деле, мне действительно нравится эта компания. Приходится полвидео снимать вот в вертикальном варианте, потому что... Потому что, потому что, пример, снимайка я не влезаю всем ростом в формате горизонтальном, как принято на ютюбе. Кстати, я слышала, что скоро вообще весь ютюб перейдет в вертикальный формат. Не только шорс, но и видео. Вот, например, прямо эфиры уже сейчас только идут, по-моему, в вертикальном размере. То есть на весь экран телефона, вот так вот. То есть ютюб отходит от компьютерного формата или телевизионного, а переходит на телефонный формат. Ну, это я отвлеклась. Не знаю, что там будет. У меня такое ощущение, что до ютюба добрались какие-то подростки лет 16. Их крутят какие-то ручки, сами не знают, что они там делают. Вот, и поэтому получается вот как фигняш. Как какие-то настройки, алгоритмы, все летит к чертям. Так, все, прекращаю жаловаться. Вот такой вот комплект. Мне кажется, он очень симпатичный. Он довольно бюджетный, особенно вот эта рубашка. Она прям такая классная, немножко пижамная и, в принципе, немножко офисная. Смотрите, видите, такой воротничок. Очень даже симпатичный, по-моему. Чем не тихо роскошь. Так, рубашку я примеряла размер LARCH. И, в принципе, она нормальная, такой LARCH. Хороший LARCH, небольшой, немаленький, то, что нужно. Стоит она наших 30 долларов всего лишь, американских 25. И это полиэстер стопроцентный, но сделан в Бангладеш, кстати. Вот номера, смотрите ее. Но, кстати, она очень даже симпатичная. Такая классическая, красивая рубаха. Хорошая ткань, такая приятная, хоть и синтетика. Ну, погладить надо, конечно. Ну, вытянуем, кто ж будет стоять и гладить. Непонятно, что никто за 30 долларов рубашечку. Никто не станет ее гладить. А юбку я вам сейчас потом попозже покажу. У меня еще с ней парочку аутфитов будет. Я принесла парочку свитеров. Я так понимаю, это премиум линейка. Вот этот свитер и вот этот свитер. Они стоят офига, по-моему, 115 долларов или что-то такое. Я не знаю, с чего они сделаны. Я потом посмотрю. Но свитера реально классные. И вот с этой черной юбкой прямо очень классно. И тоже подпадает под нашу, так сказать, идею сегодняшнюю. Показываем тихую роскошь в H&M. Смотрите, какой интересный рукав. Он такой разрезан. Очень длинные рукава. Но это прикольно. Мне кажется, это специально. Это размер large. Он довольно просторный. Довольно широкий. И вот с такой черной юбкой. Такой строгой или с какими-то черными брючками. Очень неплохой свитер. Довольно красиво выглядит. Такая полоска. В общем, ну такой симпатичный свитерок. То, что надо. Мне кажется, очень неплохой. Так, свитер, я так понимаю, с чистой шерсти сделан. Здесь написано, что это какой-то сертифицированная шерсть. Кстати, то же самое сочетание, которое было в коз. Я вам показывала, что я... Чтобы это не значило, я не знаю, что это означает. Кем она сертифицирована и что это такое. Кто-нибудь знает, напишите мне. Значит, стоит он 115 долларов. Размер large. И это, видимо, из их премиум линейки. Заказанная онлайн из даты в магазин. Обычно, вот когда ручкой написано цена, это обычно, когда заказывали. Потому что он один был в магазине. Вот этот свитер и второй, вот этот похожий. Тоже дорогой свитер. Он был один. Видимо, кто-то заказал и оба их сдал. Классный свитер шерстяной. Ну, цена, конечно, такая, да. Но, например, это намного дешевле, чем в коз. В коз такой свитер шерстяной будет стоить, не знаю, 225. Что-то такое. А это 115. Хотя, конечно, для H&M это дорого. Видите, вот это вот обычное. А, нет, написано wool blend. Значит, я не рассмотрела внимательно. Значит, у него wool blend означает, что с примесью шерсти. Значит, он не 100% шерстяной. Ой, я вам честно скажу, у них этикетки такие, что я вообще ничего на них не вижу. Я даже в очках пыталась разглядеть. Может, я еще раз сейчас попробую, но это просто. Я подумала, что раз здесь написано про эту сертифицированную шерсть, так это она и есть. Наверное, не 100% шерсть. Я посмотрю сейчас, попробую прочитать сколько, если вам это имеет значение. Но я к тому говорю, что вот эти вот этикетки такого цвета, это обычно их премиум линейка. А, ну вот, 95% шерсти. То есть, практически он шерстяной. Смогла разобрать только вот с телефоном, приблизив сильно и увеличив. Потому что так написано, что так мелко и на черном. Серым по черному. Самое лучшее сочетание для того, чтобы ничего невозможно было прочесть. 95% шерсти, все нормально. Он практически шерстяной свитер. Так, еще один свитер из более, ну вот, такой же типа этого, тоже из дорогой линейки. Он мне очень нравится, прям реально очень. Он, видите, такой резиночкой связанный, белый, молочный. Ну, не совсем белый, а такой слоновой кости цвет. И черная внизу вот такая полоса. И на рукаве тоже вот такая вот черная, черная отделка. Такой, знаете, тоже прям тихая роскошь, прям вообще. И вот на контрасте атласная юбка, которая, в принципе, как бы, ну, отличается текстурой. Вот блестящая юбка и матовый свитер. Мне кажется, это вместе очень красиво. Посмотрите, как классно. Мне очень нравится. Единственное, что мне кажется, что юбка, это, конечно, длинноватая. Я не знаю, почему они сделали такую длину. Я бы не стала. Я бы ее, конечно, немножко отрезала. Опять же, я, конечно, маломерка, но все равно не до такой же степени. Мой рост, мне это 60, но не такой же. Должно быть, я еще на каблуках, должна быть она до пола или это просто какой-то, какой-то вот изыск такой, что она прямо миди. А свитер очень классный, мне очень нравится. Он тоже не дешевый, но, наверное, тоже шерстяной. Сейчас посмотрим его состав и я вам скажу. Так, этот свитер 100% шерсть. Тот был 95, а этот 100%. Вот видите, здесь написано шерсть. И на этикетке я разобрала. Тоже это какая-то с сертификатом. Размер медиум стоит 115 долларов. Вот его номера. Этот классный. Мне очень нравится этот свитер. Нравится его, как он выглядит. Его как бы, ну вот, фасон, дизайн. Ну, и размер хороший, но 115 долларов, конечно, это многовато. Очень классный жакет. Он сейчас на селе, поэтому было... Совсем их мало. Это размер смола мне маловат, но не было медиум. К сожалению. Потому что мне бы, конечно, нужен был медиум. Но вы понимаете идею. Слоновый кости бежевый жакет. Вот тоже с черной такой юбкой. Выглядит очень элегантно. Сейчас я выпрямлюсь, втяну живот, и тогда он будет нам не лучше сидеть. Вот так вот. Давайте расправим плечики. Втянем живот, вдохнем, и будем такие элегантные дамы в тихой роскоши. Нет, жакет на самом деле действительно очень симпатичный. Хорошая такая ткань, приятная. Он и не дешевый даже на распродаже. Я сейчас вам покажу, сколько он стоил. Но он такой, знаете, приталенный, длинный, очень красивый. Такой прям, знаете, очень даже ничего. И у него плечики. В общем, симпатичный жакетик. Опять же, показываю вам, как это выглядит в полный рост с этой юбкой. Очень элегантно, очень по-роскошному. По-тихому роскошному. Классно, да? Мне нравится. Очень классно. Жалко, что он мне маловат. Так, жакет. Синтетика 13% вискозы. Ой, видите, он грязный. Жалко. Но мне все равно мало. 13% вискозы в составе ткани. Плестр, подкладка. Это размер смол, как я уже сказала. Видите, потому что не было и не было моего размера. И он стоил, наши канадские семьи, сейчас он стоит 45. В принципе, это неплохая цена. Да и был он не очень дорогой. А сейчас он стоит 45 долларов. В общем, хорошие такие пуговички в обтянутой ткани. Хорошо сшит. В общем, такой жакетик достойный вполне. Очень-очень. Единственное, что маленький мне. Еще я принесла эту юбку, которая на меня не влезла. Но она была одна в магазине. Помните, я вам показывала вот эти вот юбки с подкладкой и с прозрачным таким куском снизу. Видите, она такая интересная. Значит, она сейчас тоже на распродаже. Я думаю, что только в этом магазине. Потому что она была одна, наверное, поскольку она была последней, она стала на распродаже. Так, это размер восьмой. И мне нужен десятый, поэтому она мне маловато. Я хотела вам ее показать, но не влезла в нее. Значит, она стоила 47 долларов. Сейчас она стоит 25. Прям хорошая цена. Она мне, знаете, нравится. Ну, это синтетика, конечно. Но она очень оригинальная. Вот я люблю такие вещи. Я думаю, что, знаете, с черными непрозрачными колготами и с такими армейскими ботинками. Вот такая вот юбка прозрачная, короткая. В принципе, ноги просвечиваются, но не совсем. С каким-нибудь свитером. Типа, вот знаете, вот этого свитера. И внизу надеть вот такую вот юбку. Под него, да? Под свитер. Вы поняли идею, да? Свитер, под него юбку. И какие-нибудь ботинки такие армейские. Было бы очень классно. Просто очень классно. Так, и эта черная юбка, это был размер Larch. Она мне, в принципе, нормальна. Она стоит 46, 99, 47 канадских и 36 американских. Вот ее номера. И она на 50% вискоза и 50% синтетика. Хорошая юбка, базовая, такая черная и бельевой стиль. Но длинная очень. А вот эту мне прям жалко, что она мне маленькая. Жалко. Платье, которое, на мой взгляд, тоже подпадает в раздел Тихая роскошь. Кто сказал, что Тихая роскошь не может быть немножко с люрексом? По-моему, вполне. Тем более, что люрекс очень такой, гель заметный, очень скромный. Платье черное. С таким вот легким здесь каким-то таким в боку шва. Что это? Ну, рюшечки такие, складочки. Что немножко уменьшает опасность живота. В принципе, живот в нем не выделяется. Хотя оно такое трикотажное. Очень хорошая такая ширина, фасон строгий. Ничего лишнего. Мне очень нравится. Тем более, что оно на селе. Оно, в принципе, нарядное. С одной стороны, с другой стороны. Оно не очень такое прямо бросается в глаза. Его можно вполне куда-то надеть. Даже я бы на работу его надела. Наверное, с каким-нибудь пиджаком длинным, например. Вполне. Но лучше, конечно, вот куда-нибудь выйти в свет. В люди, в нем. Если вы не хотите, не хотите флорда. Не хотите. Не хотите очень выделяться. Но при этом вы хотите быть такой вроде бы как нарядный. Но не так прям, чтобы все на вас оборачивались. А вот такое вот скромное, тихое роскошь. Нарядное платье. Вполне, по-моему, достойное, элегантное. Такое симпатичное. Ну, немножко блестит. Ну, совсем чуть-чуть. Вот так при приближении блестит немножко побольше. Классно. Вы знаете, я думаю, что это платье для беременных. Вот здесь написано «мама». Вот. По-французски «modernity». То есть это, по-моему, платье для беременных. Но как раз для меня это не останавливает. Оно стоило 40 долларов. Сейчас стоит 30. Как раз для девочек с пузиком. Это то, что надо. Размер large. Вот его номера. Для слегка беременных девочек. Видите, это, видимо, они сделали вот эту вот рюшу в покое. Вы решили, что оно для беременных сойдет. Я теперь поняла, где мне надо шепаться с моим животом. Мне надо одеваться в разделе для беременных. Вот в H&M, например. Прекрасно на мне сидит оно, по-моему. Живот не виден. Все, что надо. Как раз. Ура. Мы нашли. Нашли магазин, где я буду теперь покупать одежду. Так, смотрите. Ну, это как бы к тихой роскоши мало относятся. Хотя при желании возможно. Мне не очень понравится это сочетание. Мне на вешалке казалось, что вот эта юбка и этот свитер розовый-розовый, они подойдут друг к другу. Но в результате оказалось, что нет. Поэтому давайте так посмотрим. А потом, может, я ее надену с чем-то другим. Может быть, даже с этим жакетом. Или с каким-то. Ну, в общем, посмотрим. Короче, вот такой свитер полосатый. Розовые полосочки. Розовый с бежевым и оранжевым. Очень симпатичный. Это из новой коллекции. И вот такая вот трикотажная юбка. Я думала, что будет вместе хорошо. Получилось не очень. Сейчас я померю с этим, с пиджаком. Возможно, она будет хорошо. Розовый с бежевым. Вот это будет такая смесь тихой роскоши с барбикором. Ну, вот такое вот сочетание. Ну, в общем, свитер симпатичный. Ну, а синтетика, конечно, не очень он дорогой. Неплохой свитерок. Давайте с пиджаком померю юбку. Смотрите, вот с этим жакетом выглядит намного симпатичнее. Это такая тоже тихая роскошь, но не черная, а такая бежевая. Бежево-розоватая слегка. Юбка очень классная. Это трикотажная юбка. Но она хороша тем, что она немножко такая в клеш идет. То есть она не узенькая-узенькая, а она расклешенная. Поэтому она на мне неплохо сидит. Я сейчас подниму жакет, чтобы вы увидели. Сначала сниму вот так, чтобы вы видели, как это выглядит вместе в комплекте. По-моему, неплохо. Ну, тоже такая мятая вся, конечно. И тоже такая длинная вся такая вся. Вот. Так, вы смотрите, как она выглядит. Немножко, чуть-чуть совсем выделяется живот. Но если надеть вот какую-то такую вот кофточку вот такой вот длины, то вполне-вполне ничего. Видите, она не очень выделяет ляжки, потому что она клешная, мне кажется. И живот-то не очень выделяется. Потому что она довольно широкая. Это размер ларч. У нее вот здесь вот сверху резинка такая. И он мне даже, в принципе, так свободненько. Очень симпатичная юбка. Мне она очень нравится. Цвет хороший. Теплая такая вязаная трикотажная. Очень прикольная. И вот с таким вот каким-нибудь бежевым жакетом. Такое красивое сочетание. Молочный. Молочный, бежевый и розовый. Такой получается симпатичный. Свитер, покажу вам, полиэстровый. Медиум размер 60 долларов. Что-то дорого для полиэстрового свитера. Что-то H&M тоже подорожал. Но расцветка очень красивая. Свитер такой, знаете, яркий, но не очень яркий. Розовый, оранжевый, но при этом бежевые цвета. В общем, неплохой. Неплохой. На распродаже вполне можно его и купить, возможно. Юбка у нас стоит 47 долларов. Размер large. Вот ее номера. И это синтетика. 54% recycle полиэстера. 54% и там 45% обычных. В общем, короче, вот 47% она стоит. И не на селе она. Это новая коллекция. Очень симпатичная, приятное качество. Такая, знаете, A-силуэт. Вот симпатичный цвет. Очень ничего. Мне нравится. Ну все, дорогие друзья. Такие у нас сегодня были примерки. Я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что я смогла изобразить тихую роскошь. Очень старалась. Не потому, что вам, наверное, уже надоело. Все блогеры прожужжали уши вам про эту тихую роскошь. И я вам тоже целое видео записывала. Но дело в том, что так устроен YouTube. Хайповые темы. Надо хайповать, пока они живы. И, в принципе, на них можно собрать подписчиков, собрать просмотры. А YouTube, он про это. Ничего не поделаешь. И приходится писать такие названия. Мне иногда спрашивают, зачем ты пишешь, когда я показываю украшения. Нашла в мусоре. Они выбрасывают. Они не выбрасывают. Они сдают в секонд-хенд. Они сдают на благотворительность эти вещи. Я понимаю, девочки. Вы понимаете? Я же все прекрасно понимаю. Ну, вот так устроены люди, что они клюют на вот такие вот громкие названия. Какие-то очень драматичные, яркие. Такие, знаете. Кто-то выбросил, я подобрала. Ну, вот такое. То есть, понятно же. Но что делать? Так устроены YouTube. Так устроены люди, что они любят видеть. Заходят на видео с какими-то вот такими вот названиями. Я не скажу, что это кликбейт. Потому что кликбейт это то, что если вы напишите, что там беру интервью у, я не знаю, у Ален Делона. Еще живой, я надеюсь. Я даже не знаю. А буду сама показывать примерки в H&M. Понимаете? Вот это называется кликбейт. А когда человек немножко утрирует как бы в названии и в этом значке, чуть-чуть утрирует содержание видео, то это вполне нормально. Это даже не кликбейт. Вот. Но вот так. То есть, вот поэтому я объясняю вам, как все устроено и как это работает. Все. Люблю, целую всех. С вами была Дита. Пока-пока-бай.